Приветствую вас, а по вашей проблеме я бы хотел сказать следующее. Но чувство вины, которое у вас вызвано тем, что как ведет себя ваша мама, связано с тем, что она изначально, судя по всему, с самого вашего рождения не только перекладывала ответственность в себя за вас на вас, но и она не приучила вас любить себя, принимать себя такой, какая вы есть, и отсюда, соответственно, у вас имеется неуверенность в себе, в силу того, что ваша мама именно не приучила вас к любви, к безусловному принятию себя. И именно поэтому, именно потому, что ваша мама, она, наверное, обвиняла вас во всем, считала, что вы источник ее проблем, что вы, как бы, корень ее неудач и так далее, вы чувствуете вину. Ну, давайте по факту. Вы виноваты в том, что родились? Конечно, нет. Ведь вы не решали, родитесь вы или нет. Станет ли вашей маме лучше, если, например, вас не станет вообще? А даже нет, потому что то, что произошло, уже произошло. Ваша мама поступает неправильно, жалея о том, что она уже сделал. Ваша мама поступает неправильно, обращаясь к прошлому, но не пытаясь повлиять на будущее. И тем самым, ваше чувство вины является следствием того, что ваша мама, не желая как-то исправлять свою жизнь, исправлять свою ситуацию, исправлять себя, корректировать себя, значит, предпочитает просто-напросто жаловать. И как бы она жалуется вам, вы, естественно, чувствуете себя виноватой. Но ведь по факту, по факту, ведь она же вас родила, и вы-то здесь совершенно ни при чём. И здесь кроется важный момент, что ваша мама, вполне вероятно, как бы сблизилась с вами не просто так. Вполне вероятно, ваша мама сблизилась с вами специально для того, чтобы, так же, как и вы, не остаться одной. То есть она не хочет остаться одной, она боится остаться одной. И вы для неё, судя по всему, это единственный шанс, единственная возможность для остаться одной. И она испытывает потребность в том, чтобы вы были рядом с ней. Но при этом ей важно, чтобы вы не просто были рядом с ней, а чтобы вы были в ощущении себя виновны, и чтобы вы готовы были делать всё, что она вам говорит. То есть, по сути, ничего не изменилось с того, что у вас было в детстве, и только теперь это приобрело более такие изощрённые масштабы, если угодно. И это нужно понимать. Понимать, что ваша мама, скорее всего, действует в своих интересах. И здесь открывается сразу несколько направлений для работы с психологом. Первое – это проработка детской родительской отношении. Подробное описание жизни матери, понимание причин её поведения, понимание того, что делать здесь не в вас, а в ней, что это именно её. Мучают противоречия, которые она волей-неволей передала вам. И, возможно, даже не особенно теперь, она передаёт вам то самое чувство вины, которое вам мешает. То есть, нужно понимать, что виноваты не вы. Нужно понимать, что не к вам относится все неудачи мамы, а к ней самой. Но невозможность или нежелание решить эти противоречия толкает вашу маму на то, чтобы искать виноватых. Даже просто подсознательно. Кстати говоря, совершенно непонятно, почему вы интерпретировали фразу, которую описали, как то, что вы виноваты в том, что родились. То есть, ну, ваша мама действительно могла сказать о том, что жилеет, что родила Пократа. Но это её ответственность. Вы-то здесь при чём? И тогда получается, что вы не уверены в себе. И тогда нужно понять, почему вы не уверены в себе, в чём вы не уверены в себе. Определить ваши качества как положительные, чтобы вы любили себя. Так и некоторые условно-негативные, которые вы учились бы принимать как часть себя, которые не всегда несут вам пользу. Так и, откровенно, негативные, которые вы учились бы оккупировать. Опять, необходим личностный рост. И личностный рост, это означает совершение выбора. Совершение личностного выбора при, ну, скажем так, при выполнении социальных ролей. То есть, отстаивание своих интересов, выбор между несколькими социальными ролями в пользу там чего-то и так далее. Это вот, значит, то, что я хотел вам сказать. По поводу того, что вы ощущаете себя личным в жизни каждого человека, ну, это тоже не уверены в себе. По поводу того, что вы боитесь одиночества, ну, момент здесь достаточно серьезный. То есть, получается, что людей вы воспринимаете как средство от одиночества. А это неправильно. Потому что люди не являются средством, люди являются самым целью. И люди не должны избавлять вас от одиночества. Люди не должны избавлять вас от того, чего вы боитесь. А значит, вам нужно самостоятельно бороться со страхом и понять, что за ним стоит. Что произойдет, если вы будете одна? Что так вам страшно в этом? Почему вы не можете находиться наедине с собой? А что мешает вам находиться наедине с собой? Что мешает вам быть самодостаточным? А это только личность мира. Это только отстаивание и понимание своей индивидуальности и правильное ее использование. Как вы понимаете, это тоже отдельная работа. Что касается личной жизни, то опять же, поговорите, я боюсь, что, значит, не смогу кого-то полюбить. А зачем вам кого-то полюбить? Для чего вам кого-то полюбить? А какая цель? Нельзя бояться кого-то не полюбить. И потому что это либо есть, либо нет. И она, это произойдет. Но если вы боитесь, значит, вы для чего-то хотите полюбить. А если вы для чего-то хотите полюбить, то у вас уже создается образ идеальных отношений. А если создается образ идеальных отношений, то вы автоматически будете стараться подогнать человека под этот образ. А это всегда плохо. Потому что люди не любят, когда их подгоняют. Люди не любят, когда их пытаются втиснуть в определенные рамки. И именно поэтому, потому что вы слишком много ждете от любви, у вас и не получается построить отношения. Но в таком случае можно говорить о большом значении любви для вас. А сверх мотивации и как следствие нетравильных моделей, элементов поведения для достижения цели. То есть вы пытаетесь запрограммировать то, что запрограммировать в принципе нельзя. Поэтому здесь любовь это творческая задача, здесь нужно отпустить, пристать, хотеть любить, понять, что вам нужно от любви, добиться от вас самостоятельно, чтобы не нуждаться. И тогда любовь к вам обязательно однажды придет. Если вам не висит личной жизни, то это, соответственно, проработка модели женского поведения и определение своей позиции в отношениях, в отношениях, определение позиции партнера в отношениях и определение типа связи между вами. А также проработка общей стратегии подбора партнера. То есть именно не подбора партнера как такового, а стратегии подбора партнера. Это нужно шутко понимать. Потому что мы не будем рекомендовать вам, как вам построить идеальные отношения. Но можно создать все условия для этого и можно научиться правильно относиться как к людям, так и к неудачам в отношениях с ними. И неудачи воспринимать как источник, опять же, личностного роста. Но это только если вы захотите работать над собой. Поэтому, как бы, ну, у вас очень небольшой получился вопрос, но он очень серьезные проблемы принимает. И в рамках одного ответа вам, к сожалению, не помочь никак. Детальный и, я бы сказал, неоднократный анализ ваших отношений с мамой, вашего отношения к себе. И, как бы, ну, наверное, формирование вашей роли как женщины, как партнера, независимого партнера в личных отношениях. Если вы готовы на собой работать, то выбирайте эксперта и консультируйтесь с ним. Я же вас хотел бы предупредить, что за одну консультацию подобное не решить. И уж точно не решить за один ответ на вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!